Сегодня я приготовлю хлеб, очень быстро готовится. Почему? Потому что мы его не будем месить, просто замешаем и отправим потом в холодильник, а вечером уже его испекем. Такой хлеб называется холодного ферминирования. Надо же, ну я так и думал, что так и будет. Беру 370 мл воды комнатной температуры, беру также дрожжи, я взял сухие, сухие дрожжи, 2 грамма и здесь мне нужно это все перемешать, чтобы дрожжи разошлись. Сюда еще нужно добавить 1 чайную ложку меда, пока они расходятся. Беру муку, мука из полбы, добавляю сюда 8 грамм соли и тоже перемешаю. Все, когда дрожжи с медом разошлись, мы добавляем муку. Так как это у нас мука из полбы, она обладает хорошим содержанием клейковина и протеина, поэтому очень быстро формируется такое вот оно. Все, вот этого уже достаточно. И теперь мы добавляем сюда оливки, потому что хлеб у нас будет с оливками. Здесь у нас 85 грамм. Черные оливки, они не так соленые, они такие уж соленые. Мы их сразу в массу замешиваем. А что вообще за хлеб? Хлеб, он типа итальянского чиабатта. А ты знаешь, что значит слово чиабатта? Конечно. Что это значит? Конечно, нет, я имею в виду. Конечно, нет. На самом деле, чиабатта переводится на русский язык как тапочка. А почему тапочек? Как что? Тапочек. А почему? Какой тапочек? Тапочек, а почему тапочек, как ты думаешь? Вот ты формируешь его как? А, ну он такой вдоль идет, да, но он же на тапочек не похож, или? Похож, потому что ты же потом, когда формируешь, показываешь. Ага. На самом деле, в такой хлеб вы можете заместить как зеленые, так и черные оливки. Можно добавить туда сушеные помидоры, вяленые помидоры. Можно добавить туда лук, причем губ даже пережаренный будет тоже очень вкусно. Теперь, на что я заработал, это вот на такую чашку и вот на такую клеенку. 10 грамм растительного масла, я взял оливковое. Я его закрываю, оставляю при комнатной температуре полчаса стоять, после этого его немножко нужно будет сложить. Димочка, что ты делал? Я руки смочил в воде, потому что тесто очень липкое, потому что нам нужно его сейчас будет обработать. Выглядит сейчас, через полчаса, вот таким вот образом. Теперь, что мы делаем? Мы его собираем вот здесь вот и тянем. Оно очень-очень мягкое, вы видите, насколько оно эластичное. Складываем, потом переворачиваем на 90 градусов и так же его тянем с этой стороны. Отпускаем. Делаем это с каждой стороны. Делайте это до тех пор, пока вы не почувствуете, что эластика не тянется дальше. Да, то есть видите, это тоже скользко. Может быть не такой подателый, да? Да. Ну и все. Когда этот момент пришел, мы его просто переворачиваем. Швом вниз? Швом вниз и оставляем опять на полчаса. Включая щаска и получается. Теперь мы делаем следующее. Нам нужно сохранить пузырьки, которые там образовались. Поэтому мы делаем вот такое движение. То есть мы его сильно не тислим. Или как это сказать правильно? То есть... Ну, наверное, правильно. Сохраняем вот эту вот консистенцию, которая там образовала. Потому что она была дышащим. Вот это, в принципе, я его даже сбоку. Все. Вот так он остается. И третий раз делаем то же самое. Делаем последний раз. И затем отправляем его в холодильник. Минимум на 8 часов. А можно дольше? Можно. Минимум 8 часов. Вот так вот будет у нас выглядеть. Что-то вы тут делаете. Здорово. Вот я сделал. Балыш. Балыш, да. Ммм, пупырышки. Пупырышки. Блаздо. Выглядит вообще просто шикарно. Ммм, пахнет вкусно. Да. Сейчас мы его растягиваем. Складываем вот так вот. Тянется хорошо, да? Угу. Сыпаем немножко муки сверху. Делим его на две части. Это у нас будет один хлеб. Духовка, кстати, у нас стоит на 250 градусов. Вверх-вниз. Нужно хлеб класть в подогретую духовку. И этот, я думаю, я разделю вот так тоже на две части. Угу. Тапочки будешь делать, да? Угу. И что теперь? Теперь мы отправляем в духовку на 25 минут. У нас духовка вверх-вниз, подогретая. На 250 градусов. И потом посмотрим на результат. Дамы и господа. Пожалуйста. Это результат. Вытянули мы все-таки лепток таван. Чтоб было вот. Глёта. Сам оригинальный выглядит вот это. Поэтому я ее беру. Выглядит как рыбка. А не чарабата. Можно я надрежу? Да, нужно. Пахнет. Пахнет. Класс. Мне кажется, половинку ты возьмешь, половинку я возьму, да? Там масло. Ну ладно, выварим. Масло надо. Вкусно. Горячее еще. И нужно остыть. Но очень вкусно. Попробуйте обязательно этот рецепт. И всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо.